Здравствуйте! В эфире передача «Книжный салон». Ведущая Наташа Тельгяда и Никита Елисеев. В нашей передаче сегодняшней гость – художник Александр Федорович Кабанин. Сегодня мы будем говорить о его иллюстрациях к знаменитому роману колумбийского писателя, нобелевского лауреата Габриэля Гарсия Маркеса. Это первое иллюстрированное издание романа Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Первое иллюстрированное издание на русском языке. Первое иллюстрированное издание на русском языке. Спасибо, Наташа. Вообще художники часто иллюстрировали этот роман, делали сюиты на темы чрезвычайно живописного, надо сказать, романа. Но вот это издание – это первое. Габриэль Гарсия Маркес – колумбийский писатель, начавший свою карьеру репортером, журналистом. Потом стал писать натуралистические такие произведения, жесткие, реалистические. «Сто лет одиночества» – его первый роман в стиле магического реализма, который сразу вывел его на орбиту мировой славы. Действительно, сразу и очень неожиданно, потому что на самом деле Маркес абсолютно не рассчитывал на успех этого романа, равно как его издатели на это не рассчитывали. Роман был изначально выпущен очень маленьким тиражом с расчетом на то, что лет за восемь он разойдется. И когда буквально через два месяца было распродано практически все, что было выпущено, издательство практически сразу переиздало этот роман. И так началась его слава всемирная, и слава, которая длится до сих пор. И, наверное, первый вопрос, поэтому Александр будет связан именно с этим. Как вы думаете, о чем можно объяснить успех этого романа, такой вот совершенно феноменальный? Ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Что касается успеха, то, наверное, знаете, предполагать можно вообще любые какие-то вещи. И в то же время, может быть, как мне кажется, успех вот этот связан с тем, что настолько глубоко писатель проник или вообще прекрасно знал свою жизнь окружающего мира в своей стране, вот в этом маленьком провинциальном мире, даже не городке Маконда, который в романе фигурирует, а вообще вот эта вся страна, это Колумбия, это вот этот весь аромат, знание прекрасно всей ситуации, обычаев, всевозможных каких-то противоречий. Вот поскольку он это прекрасно знал, и это понятно, в общем-то, эти все вещи, которые в романе существуют, они понятны очень многим людям, на самом деле, помимо того мира, о котором я только что сказал. И, соответственно, наверное, это нашло свой отклик, и сразу же роман стал популярным. То есть он настолько хорошо знал реальность, что он мог на основе этой реальности фантазировать совершенно великолепно. Разумеется, разумеется. То есть вот это его знание реалий латиноамериканских, странного такого для нас непривычного мира, оно вот помогло ему фантазировать, выдумывать, потому что это один из самых фантастических и невероятных романов, когда-либо написанных вообще. Вот. И у меня, знаете, какой будет вопрос? Скажите, а когда вы впервые прочитали Маркеса? Вы знаете, я, честно говоря, не помню, как давно это было, потому что здесь есть один нюанс. Я уже как-то говорил о том, что работая над романом, над иллюстрациями, хотя это не вполне иллюстрация, но это об этом позже я скажу, наверное. Я понимал, что, вот, знаете, сейчас попробую погрузиться в это состояние. Я понимал, что если я попытаюсь вспомнить ощущение первого знакомства, то это, наверное, будет не совсем то, что нужно сделать. Поскольку, вот вы говорили уже, что роман не иллюстрировался, то есть иллюстрации были, художники всегда с интересом относятся к этому роману, относились, будут относиться, это понятно. Но здесь вот передо мной такая задача стала, что как вообще вот вспомнить и в то же время что-то вот привнести новое. Понимаете, я вот долго рассказываю о том, что мне пришлось этот роман прочесть 14 раз для того, чтобы, ну, проникнуться, так сказать, на полную катушку как можно более ярко, как можно более сильно, но для себя. Как это получилось, уже, конечно, судить не мне. А мне вот еще было интересно, как вы не запутались во всех персонажах этого романа. Дело в том, что это история семьи, история семьи на протяжении 100 лет, и персонажи очень похожи друг на друга, их даже зовут одинаково. Ну, запутаться вообще-то можно было, однако вот я же сказал, что 14 раз я читал, у меня даже были выписаны какие-то сюжетные линии. Не для того, чтобы так педантично соблюсти их в книге, а для того, чтобы наоборот выскользнуть из-под этого, из-под этой хронологии, что ли, из-под этого аромата, что ли, семейной хроники, вот семейная такая семейная хроника, да, роман вот. И поэтому, ну как, понимаете, когда я работал, я прекрасно понимал, кто это и что это. Но сознательно шел на то, чтобы в книге, так же, как и в книге, я имею в виду, в блоке, да, иллюстрации, были, в принципе, ну, если не сказать перепутанные, но, по крайней мере, чтобы зритель думал сам вообще, кто это и что это за персонаж. Потому что, в принципе, вот я уже говорил, что это сделаны, иллюстрации сделаны по мотивам произведения, они не впрямую. То есть там нет такого, чтобы Хосе, там, Аркадий, да, значит, Буэнди взял там чашку с кофе и, значит, вот ее выпил тут же на глазах, значит, у читателей, у зрителей, чтобы это было вот буквально отражено. Нет, конечно, это ситуативность, и я попытался в чем-то, значит, отталкиваясь от природы, вот от литературной, пофантазировать сам на тему, значит, Латинской Америки, в которой я, кстати, никогда не был. Но вот все помнят, что героев своих нужно любить, это сказал Булгаков, и это повторяет очень многие вслед за ним. А художнику тоже нужно любить своих героев? И был ли у вас любимый герой? Ну, разумеется, конечно, художнику нужно любить своих героев, и нужно прекрасно, наверное, чувствовать то, что с ними происходит, даже если это герой отрицательный, даже если это, допустим, в романе звучат там и трагедийные ноты, и возвышенные, и очень разные. И, в общем-то, задача художника, даже как актера, наверное, проникаться состоянием каждого персонажа и пытаться изобразить вот это состояние в тех рамках, которые обозначены данной работой, данной ситуацией. А кто-то с любимый герой? Ну, наверное, там Америки не открою, но вот нет, нет, у меня женский персонаж, это Ремедиус прекрасная. Который улетает на простыне. Да, который улетает на простыне. Да, и вот дело в том, что почему я тоже прежде говорил о том, что это роман, я его так обозвал, что это роман о нелюбви, написанной с любовью, и вот почему главный персонаж Ремедиус прекрасная, значит, вот почему любимым героем? Да, потому что это, значит, юная женщина, которая в себе несла как раз любовь и не какие-то там похотливые, что ли, ну, не пристрастия, не знаю, как это даже сказать, все-таки язык художника, это вот там кисти и карандаш. Вот, а то влечение мужчин, которое к ней было, у Маркиса четко обозначено, что все мужчины, которых влекло к ней, они погибали только по одной причине, что они не любили ее. Они вне этой категории жизни, что ли, находились, и вообще вот в этом романе тема отсутствия любви, хотя вот я говорю, что роман с огромной любовью написан, и к персонажам, и вообще, и к стране, и вообще, ну, замечательное произведение, конечно. Вот, и тем не менее, эти люди мучаются тем, что они, вот это качество, это чувство человека, присущее, в общем-то, всем людям, вдруг оказывается не очень-то и доступно. Но по ощущению, по атмосфере, роман достаточно мрачный. Если вспомнить Маркиса, там практически всегда в этом городке идет дождь. И я думаю, что не в первый раз вам задают этот вопрос. У вас очень много света на иллюстрациях, несмотря на то, что атмосфера в романе мрачная. Ну, здесь ответ тоже достаточно простой, потому что мы, вообще, человечество склонно, наверное, создавать мифы, даже без, ну, наверное, это утвердительно, можно сказать, да, создает мифы, и о том, что жизнь мрачна и тяжела, мы, понимаете, можем убедиться там, ну, чуть ли не на каждом шагу. Вот. Я у Маркиса, вот, при этом внешнем антураже, при...